В Кирове 13.07 начинается программа «Особое мнение». Яна Уршина. Говорю слушателям «Здравствуйте» еще раз и говорю «Здравствуйте» гостю нашей студии Константина Сичихина, члену Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве «Росавтоторг». Константин, добрый день. Добрый, добрый. Мы с Константином на самом деле знакомы давно и представляли его в разном качестве, в том числе руководителем группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Об этом мы сегодня тоже поговорим при общественной палате. И хотела, конечно, я с Константином начать с Константином разговор с гражданского форума, который завершился буквально вот-вот. Было две секции, Константин, которые вы модерировали. Одна секция касалась как раз дорог, вторая секция касалась, как я понимаю, утилизации бытовых отходов. И все это было в преддверии секции «Экология», по-моему. Да-да-да, это национального проекта «Экология». Экология. И касалась это все утилизации твердых бытовых, там, твердых коммунальных отходов, по-разному это называется. Насколько я понимаю, по итогам этой секции сейчас пишется резолюция, и вчера вы говорили о том, что в резолюции этой будет отдельным пунктом выделена фраза о том, что Кировская область не готова к так называемой мусорной реформе. Да, на сегодняшний день Кировская область в ходе обсуждения, опять же, на секции мы пришли к выводу, что Кировская область не готова к вхождению в данную реформу с 1 января 2019 года. Там очень много пунктов на основании чего не готовы. Мы не просто высказали «не готовы» и все, да, мы, как говорят, мы высказали «почему не готовы», да. Один из пунктов на сегодняшний момент – это, опять же, у нас до сих пор нет тарифа. Нет до сих пор тарифа у регионального оператора. Тариф – это та сумма, которую будет платить каждый из нас за вывоз мусора, насколько я понимаю, да. Да, 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 да. Но, насколько я помню, как раз обещали где-то в ноябре, вот где-то так, в ноябре, к 20-м декабря утвердить. А теперь мы… Это я один из пунктов. На основании чего? Понимаете, мы не можем… Вот почему мы сказали «не готовы», да, «потому что», «потому что», «потому что». Один из этих «потому что» пунктов, да, это на сегодняшний день – это нет тарифа. Второй пункт – региональным операторам до сих пор не распределены. Нет подрядных организаций. Не выбраны еще. Да, не выбраны они. И неизвестно, выберутся, не выберутся. Те организации, которые будут транспортировать отходы до полигонов. Конечно, конечно. Потом, следующим пунктом можно взять необорудованные места складирования ТКО в районах. Нет контейнерных площадок. Давайте мы приедем в любой район, без разницы, особенно удаленный от Кирова, да. Мы с вами в деревне точно не найдем место складирования, где это должно быть, куда гражданин должен вынести свой пакетик с мусором, да, в какой-то контейнер. До сих пор... А подрядная организация должна до этого контейнера нормально доедать? То есть должна быть до него дорога, должна остановиться, должна загрузить так, чтобы не высыпался этот мусор, да, не просыпался и увезти его на полигон. Да, да, да. Нет контейнерных площадок. Вот и следующее, это плохая информированность населения в Кировской области. Что бы ни говорило правительство области, что бы ни говорило министерство ЖКХ и энергетики, да, но если мы опять же приедем в любой глубоудаленный район, я не говорю про город Киров и агломерацию Кирова. Я могу сказать и про город Киров, потому что я уверена, что проблемы с января, если все это будет запущено, с января начнутся проблемы. Даже не с января, а с февраля, я так предполагаю, когда первую квитанцию, да. Плюс у нас был вопрос стоял по поводу платежного документа, который будет в феврале месяце. Как на сегодняшний день говорит региональный оператор, оператора по платежам выбрали Кировэнергосбыт, по сути получается, то они говорили, что все вероятно будет это в одной квитанции вместе с электричеством. Ага, то есть ты, если не хочешь, например, оплатить вывоз мусора, ты не сможешь это сделать, потому что... Да, и наше предложение на сегодняшний день, чтобы это была отдельная квитанция, когда гражданин мог понимать, вот он платит за свет, вот он платит за ту услугу по вывозу мусора, которая ему предоставлена, а вдруг она ему не предоставлена, так извините, за что он должен платить? А у нас же заплатил квитанцию, и все, договор уже офферты подписал с региональным оператором. Один раз оплатил, и все? Хочешь, не хочешь, это же, понимаете, это пример на сегодняшний день, небольшой, это фонды капитального ремонта. Мы помним, как в 2014 году вся Кировская область, ну, те дома, которые подходят под фонд капитального ремонта, под реформу входил в данный этап, это было недовольство, это было непонимание, за что мы платим, это было непонимание на сегодняшний день, какие работы производятся, какие услуги оказываются фондом капитального ремонта. По какой стоимости и какого качества? По какой стоимости и какого качества. Здесь примерно, вот примерно одинаково, но здесь уже охват не какой-то части населения, а всей Кировской области, да. И человеку на сегодняшний день, гражданину, до сих пор не довели информацию. Поэтому одна из наших рекомендаций для регионального оператора, в рамках секции выработана, это разместить таблички. Ну, элементарным способом пойдем, как мы делали это с фондом капитального ремонта, размещали информационные таблички. Без разницы, давайте возьмем село. Есть информационный стенд, да, можно на информационном стенде разместить какую-то информацию, которая на сегодняшний день актуальна, да. Можно? Можно. Это, эту информацию можно разослать всем главам сельских поселений. Они эту информацию разместят, чтобы эта информация была. Можно эту информацию разместить в администрациях, в домах культуры, еще где-то. Ну, понимаете, у нас вопрос не стоит, что надо много-много-много рекламы сделать, да. Разместить таблички о чем? О том, что меняется структура обращения с отходами с 1 января. Конечно, конечно, структура обращения с отходами меняется с 1 января. Кто у вас будет оператором по вызову ТБО? И контактный телефон, желательно мобильный. Контактный телефон, желательно мобильный. Желательно регионального оператора создать колл-центр на сегодняшний день, чтобы... Потому что поток обратной информации, особенно негодование такого, да, граждан, он будет огромный, чтобы могли быстро разъяснять. Я думаю, об этом сейчас даже не думают. Природоохранная прокуратура, она тоже присутствовала на секции, они высказались с предложением на сегодняшний день региональному оператору в каждом районе создать своего представителя. На первое время, я не говорю на все там 10 лет. Именно на первое время, чтобы можно было с кем-то быстро контактировать, чтобы быстро можно было получать обратную информацию, позадавать какой-то либо вопрос. И этот вопрос решался. А не так, что у нас получится, что, извините, мы должны с Афанасьевского района звонить в город Киров, куда-то там, на улицу Некрасова, где находится организация Куплит, и дозвонимся. Где нет колл-центра, еще непонятно, когда мы дозвонимся. Да, и дозвонимся, не дозвонимся, да. Либо идти в энергосбыт, который на сегодняшний день... Ножками туда идти. Ножками. Потому что дозвониться тоже очень сложно. И при этом... Движение жизни, как сказали моей маме, когда она не могла дозвониться и пошла. Мы же с вами тут недавно информацию очень много получали, какие очереди были в энергосбыте. Даже по тем квитанциям, которые они распространяют, связанные с электричеством, да. А что будет дальше? Просто, ну, вот на сегодняшний день, по этому поводу, сколько я вам пунктов рассказал, да, и их там еще есть несколько, да, то по всем этим пунктам мы понимаем, что есть вопросы, на которых нет ответов, значит, область пока не готова. Так, это будет отражено в резолюции. Да, это обязательно будет. По итогам секции форума передаете ее в правительство. Ну, она передается сначала в общественную палату, все это формируется в рамках одного большого документа, и дальше уже этот общий документ передается в правительство Кировской области и публикуется, как я понимаю. И есть вообще надежда на то, что этот документ не ляжет кому-то под стекло, под скатерть, в ящик стола, а будет изучен, потому что остается изучен, остается два месяца, два месяца до старта. А теперь, такая вишенка, как говорится, на торте, да, мы также в рамках секции, данной секции пришли к решению, что мы создаем отдельную рабочую группу. Мы, это кто? Ну, кто присутствовал, это общество, члены общественной палаты, кто присоединится. Экологические активисты, да, экологические активисты, общероссийский народный фронт в лице Романа Титова. Создаем рабочую группу, она в ближайшее время, я думаю, где-то конец этой недели, начало следующей недели, ну, Роман Дальбертович более подробно про нее в дальнейшем расскажет, да. Мы создаем рабочую группу в рамках общественного контроля за вхождением или за контролем, можно сказать, как мы, область будет входить в данную реформу. Да, Константин, можно уточниться все-таки, эта рабочая группа, она будет таким вот объединением общественников или она все-таки будет работать при каком-то уже существующем объединении? Нет, это будет объединение общественников, это будет объединение общественников, она будет работать пока на сегодняшний день при общероссийском народном фронте, да, при ОНФ, в какой-то как бы форме, все это будет в ближайшее время, сейчас все проговаривается, Кто туда будет входить Тоже сейчас все это еще проговаривается Потому что недавно была секция Недавно мы этот вопрос решили Что да, она нужна Она нужна в какой-то форме В таком-то виде Роман Альбертович сказал, что он готов И он уже этим не первый день занимается Как я понимаю, возглавить эту рабочую группу Как будет дальше, посмотрим Но она будет И первый ближайший выезд Мы планируем где-то в ноябре месяце В район области Пока не определились Какой Это Для обратной информации От жителей Мы же с вами сейчас говорим, что они не готовы А вдруг они готовы Из-за этого С министерством ЖКХ энергетики Когда они нам говорят, что у них все замечательно С министерством экологии Мы приняли решение, что давайте в ноябре Съездим в любой район Какой мы выберем Ага, то есть вы так по карте просто подойдете пальцем Покажете, вот туда едем Ну, примерно Я не скажу, что мы уже совсем вот так закрыты У нас там есть проблемы в Орлове, да, например Не очень далеко от Кирова Не очень далеко от Кирова У нас есть вопросы по Верхникамскому району Это далеко от Кирова Это далеко от Кирова Есть другие еще районы В которых тоже непонятно Есть полигон, нет полигона И как дальше они будут находиться Да, вот я вам приблизительно два района уже сказал Которые мы с удовольствием можем в ноябре и в декабре съездить Но, по крайней мере, за ближайшие два месяца Ноябрь-декабрь мы посетим два района Константин Сичихин Член общественного совета При Росавтодоре В нашей студии Я так понимаю, что член Общероссийского народного фронта Конечно Я забыла представить членам УНФ Сделаем небольшую паузу и вернемся Константин Сичихин В нашей студии Мы продолжаем с ним говорить Про предстоящую мусорную реформу Которая должна начаться Прямо запуститься в нашем регионе С января следующего года Но, как говорят общественники Не готовы ничего в нашем регионе пока Но кое-что готово Кое-что, кое-где Одно радует, что мы не в самом конце списка по всей России На сегодняшний день Одно радует, что у нас есть региональный оператор Который выбран Да, который выбран где-то еще и даже не выбран Одно радует, что когда-то скоро у нас будет тариф Но это уже как минимум 126 рублей С человека Я веду подсчеты ваши Да, это приблизительные подсчеты Я не утверждаю, что это именно 126 рублей Не меньше Но не меньше уже Потому что по всем подсчетам Те аукционы, которые выставил региональный оператор Это уже не меньше 126 рублей с человека Как это будет дальше Об этом нам расскажет, наверное, в ближайшие месяцы РСТ Когда они тариф посчитают И официально уже объявят Региональная служба по тарифам Как раз, я так понимаю, что принимает окончательное решение Конечно Потому сколько мы будем платить за вывоз мусора Это только от нее на сегодняшний день зависит Потому что, как я понизнаю, региональный оператор Подал твой документы на подсчет тарифа В общем, в Киргской области создается группа общественного контроля По тому, каким образом будет запускаться и осуществляться мусорная реформа в нашем регионе Константин Сичихин сейчас рассказал предварительно В ноябре, в декабре будет два выезда в районной области Чтобы посмотреть, готовы ли они вообще к запуску К переформатированию, скажем так, системы обращения с отходами Еще одна рабочая группа По-прежнему еще вокруг гражданского форума все ходим Вторая секция, которую вы модерировали Секция касалась общественного контроля за ремонтом, за содержанием дорог Рабочая группа по этому направлению Вы, Константин Сичихин, Багир Шарифов, Виталий Брам В разные периоды времени присоединялись к этой группе Разные другие люди, в том числе губернатор Васильев Насколько я помню, даже удостоверение есть Он, правда, с вами не выезжал Рабочая группа сколько существовала, Константин? Три года Три сезона, я лучше так говорю Три сезона существовала На гражданском форуме было заявлено о том, что она прекращает свое существование Что вызвало достаточно эмоциональный всплеск в социальных сетях Люди писали, как жаль, да почему, да зачем, да как И, по-моему, с вашей стороны был ответ, что это еще не конец, мы еще повоюем Нет, конечно, это еще не конец И мы повоюем, не повоюем, но вопрос в том, что, да, в том формате, в котором сейчас была рабочая группа Ну, она себя уже немножко изжила, можно так сказать, да Как бы тот формат работы, как мы работали в рамках общественной палаты на сегодняшний день, ну, уже не тот И хватит, я думаю, всегда к чему-то должно приходить окончание, да Вот, и так и в данной ситуации Что будет дальше, сейчас этот вопрос проговаривается Сейчас мы пока решаем, пока не буду убегать вперед на сегодняшний момент Это будет все-таки рабочая группа по контролю именно за дорогами, или это будет какое-то направление? Давайте вспомним историю рабочей группы, да История рабочей группы, она появилась из движения «Делай дороги» Движение «Делай дороги» оно никуда не делось Оно как было, оно как существует, и оно никуда не исчезло, да Оно как на сегодняшний день, как есть, основной актив Это Виталик Браун, это Багир Шрипов, да Это другие ребята, они как есть, так и остались на сегодняшний момент И движение «Делай дороги» оно свое существование продолжает И будет продолжать, да и на долгие-долгие годы, как я надеюсь, да Вот, как рабочая группа, рабочая группа это был один из инструментов Инструментов, законодательных инструментов, можно так это даже сказать Это в рамках закона об общественном контроле Мы этот инструмент использовали, мы этот инструмент Мы прошли весь, все три сезона, мы изучили все полностью Сейчас надо дальше уже другими инструментами пользоваться И другими инструментами реализовывать тот наработанную информацию Которая на сегодняшний день умещается на 40 листах акта общественной проверки за 3 года Вот мы сейчас акт, в четверг я представляю его в Совете общественной палаты Это заключительный момент, точка последней Кировской общественной палаты Кировской общественной палаты акта И, как говорится, он либо одобряется, либо нет Дальше акт рассылается уже контролирующим и в правительство области Дальше мы начинаем работать согласно акту В какой форме мы будем работать в дальнейшем, покажет время Сейчас еще такие есть периоды, как говорится Может появится общественная организация Я напомню, что рабочая группа существовала при общественной палате И это давало ей определенные, ну не то чтобы преференции, скажем так Но определенные механизмы, определенные рычаги То есть аппарат общественной палаты помогал вам готовить документацию Писать запросы, еще что-то Иногда предоставляли транспорт для выезда в районы Да, 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 и за это общественной палате Вы очень сильно благодарен Вот, в случае, если вы остаетесь просто в статусе Некого общественного объединения Общественной организации Не при ком-то, да Я так понимаю, что все эти затраты И временные, и финансовые Они лягут на плечи общественников полностью Конечно, обязательно Вы это сейчас продумываете? Да, мы сейчас это продумываем И сейчас это все анализируем И думаем, каким дальнейшим механизмом работать В рамках движения делай дороги Как это будет, ну, честно, не хочу забегать вперед Потому что сейчас могу наобещать очень многое А вдруг что-то не получится, да Из-за этого все покажет время В общем, общественный контроль с наших дорог не денется Ну, никуда не денется Мы очень благодарны гражданам города Кирова Агломерации, Кирово-Чапецку, Слободскому И многим-многим районам Что они на сегодняшний день очень отзывчиво относятся К движению делай дороги, к рабочей группе Постоянно присылают свою информацию И в дальнейшем, я думаю, что это не останется У нас, как есть соцсети, как есть Фотографии, фотофакции, фиксации, нарушения И там по-прежнему можно отправлять Конечно, по-прежнему можно понаправлять По-прежнему мы работаем По-прежнему мы готовы выезжать на любые факты Которые есть плюс мои полномочия на сегодняшний день Как представителя Общественного совета Росавтодора Они, можно даже сказать, немного выше Чем полномочия, которые были при Общественной палате Потому что Росавтодор на сегодняшний день Является основным оператором федеральных программ Это и безопасная качественная дорога Это и национальный проект безопасной автодороги И в данной ситуации мы работу свою не оставляем Мы продолжаем ее Просто уже не в виде рабочей группы В другом каком-то качестве Константин Сичихин в нашей студии Продолжаем, но у нас вот такие темы Большей частью, конечно, местные И даже, я бы сказала, городские История с благоустройством Кочаровского парка Тему эту подняли вы в вашем телеграме На прошлой неделе, если я не ошибаюсь Видела у вас первое сообщение Речь идет о конкурсе 17 миллионов рублей Которые разыгрывают, извините, пожалуйста В конце года И фактически, я не знаю, конечно Наверное, часть работы успеют сделать И успеют сделать качественно Слава Богу, нам с осенью повезло в этом году Да, очень повезло Но какие-то работы, может быть, не успеют сделать Вы как-то следите за этой историей или нет? Ну, пока на сегодняшний день Я не скажу на сегодняшний момент Кто выиграл данный контракт Но он еще до конца месяца, если я не ошибаюсь До 29 октября Вот мы увидим, кто выиграет этот контракт Какой такой подрядчик рискнет Уйти в ноябрь Производить те работы, которые прописаны Согласно техническому заданию А это земляные работы Плюс укладка асфальта Плюс газоны Плюс ливневая канализация Ливневая канализация Лотки Это тот пласт работы Который в ноябре месяце Очень рискованно производить Это как минимум делают В летний период времени Где-то еще сентябрь затрагивают Потому что у нас погода У нас сегодня Благодаря, не знаю Солнышко светит Более-менее Тепло 6 плюс градусов А завтра может выпасть снег И будут сугробы Просто-напросто Где-то же у вас я видел В паблике 14-й год назад У нас лежали сугробы У нас лежали сугробы В эти дни И в данной ситуации Мы с вами можем Утром проснуться Сейчас И увидеть такие сугробы По 5-10 сантиметров Что на сегодняшний день Опубликовывать такой контракт Это прежде всего Рискованно для администрации В плане Невыполнения работ Со стороны подрядной организации Но я так поняла Что выхода-то не было Тоже у администрации Они должны были Эти деньги Каким-то образом разыграть Или деньги уйдут Обратно в федерацию Я не спрашивал у администрации Почему они так рискнули Честно А УНФ будет вообще Отслеживать эти работы? Понимаете Есть Я как член штаба Вообще Российского народного фронта Да Есть УНФ Как Организация Организация На сегодняшний день Да И здесь Я не могу сказать За УНФ Как за организацию Сам Я конечно буду лично Отслеживать Кто будет подрядчиком Данной работы Мне будет Просто интересно Как он сможет Выполнить За тот Срок А это 30 дней С момента подписания Контракта Данные виды работы До конца ноября Кабы нам не прийти Опять к тем лужам К тому болоту Которому было в том году Вы помните Когда там была Большая реконструкция Данного парка И что Это привело Откуда взялись Работы по ливневой Канализации Потому что Собственно сделали А потом поняли Что надо все переделать Конечно И в данной ситуации Опять же Лишние Миллионы рублей Тратят Это непонятно Куда Ну да Может быть не успели Да Может быть не успели Отторговать Может быть там Пришли дополнительные Денежные средства Может быть это в рамках Средства Сэкономленных Да В рамках Комфортной Городской среды Но Извините Так рисковать Такими деньгами На сегодняшний день Ну это непозволительно И просто-напросто Либо можно Не успеть Все сделать Либо делать Опять натяп-ляп И очень много Общественности Будет ругаться По этому поводу Либо Просто-напросто Эти деньги Утекут обратно В федеральный бюджет В общем все Вооружаемся Я так понимаю 1 ноября фотоаппарат И мы идем в Кочерский парк Фиксировать Так сказать Ход работ Конечно Еще одна тема Тоже тема связанная С парком Совсем маленьким Я бы сказала Да сквер на улице Менделеева Вот история Буквально накануне Получила свое развитие Да я напомню Существовал И существует Еще все Проект 30 скверов Который общественность Сделает совместно С администрацией И кировским бизнесом Там мы в этом Немножко поучаствовали Тоже И в рамках этого проекта На перекрестке Менделеева И Воровского Я бы так сказала Да вот уже Близко к улице Воровского Появился сквер Небольшой Сделанный энтузиастами Вот поддоны Качели И прочее Просуществовал Несколько месяцев Полюбился местным жителям Настолько Что качались на качелях Не только взрослые Но и дети В итоге Сквер запретили Потому что Вот эти вот качели Из поддонов Сочли для детей Небезопасными Детские ножки Я так понимаю Что куда-то там проваливались Или я что-то путаю В общем накануне Илья Шульгин За этот сквер Заступился Сказал что С общественной инициативой Так поступать нельзя Если есть люди Которые Нашли в себе Сильные средства Там И возможность Что-то оборудовать Надо значит Беречь и прочее Вот Тем не менее Вот в социальных сетях Довольно активно Обсуждается И вы пишите В телеграме И портал Строим Киров Вконтакте Пишет о том Что тут вопрос Не в безопасности Детских ножек Которые проваливаются В поддонах А в том Что дома Пососедствуют С этим сквером Давно проданы Одному из кировских Застройщиков Вот И застройщик Видимо Не совсем готов Рядом видеть Такую сквер Спасибо данному порталу Строим Киров Что они пошли В глубже Они глубже И выявили Такую Они нашли документацию Нашли такую документацию Что на сегодняшний день Данная организация Очень плотно Скупает там квартиры Скупают Получается Данные дома Но это не запрещено Это не запрещено Это все Разрешено законом Иди покупай Если все в собственности После этого Сноси это все Объединяй земельные участки Получай проект Делай проект Получай разрешение На строительство И строй Так Да Вопрос встает Опять же А кто Почему прицепились К этому парку Вот был парк Ребята Общественники Построили этот парк До этого времени Никому Дела не было Построили Построили Существовал Почему Раньше В кавычках Вот эти контролирующие Органы В администрации В администрации Которые сейчас Вовсю говорят Что надо Этот парк Было снести Да Они почему На этапе строительства Не приходили Не советовали Ребятам А как это надо Было построить Да А вот сейчас Они откуда-то Появились Из кустов Такие Ааа Вы такие Вот плохие У вас тут Все не по нормативу И сразу Становится Очень много Много вопросов Появляется Где вы были раньше И почему Вы пришли сейчас И почему Сейчас Выявляется Появляется Такая информация Что Данные земельные участки Скупаются Это же Обычный пример Я привожу Таким примером Это алые паруса На сегодняшний день Мы видим Большое Красивое здание Которое стоит На Октябрьском проспекте Которое еще не заселилось И слава богу Пока еще не мучает Нас пробками Да Но при этом Где же Зона Благоустройства Возле этого здания Как где Парк Позади Позади Парк красивый С фигурой Возле фонтана Никаким образом Не относится На сегодняшний день К данному Земельному участку Это не придомовая территория Это не придомовая территория А у нас Согласно документации По крайней мере Разрешительной Должна быть придомовая территория Должны быть детские площадки Оборудованные Должны быть стоянки Под автомобили Ну хорошо Там в Аллы Паруса Есть подземная стоянка Я не говорю Что там И ее на всех не хватит Да Но суть не в этом Суть в том Что мы один из примеров С вами просто наглядно видим Алые паруса И тот парк В который Застройщик Алых парусов Вложил энную денежную сумму Да Я считаю На сегодняшний день Что данный застройщик Еще он планирует Строить В районе Улицы Менделеева Он должен Совместно с общественностью Вложить Тоже Энную денежную сумму На благоустройство Дальнейшего благоустройства Данной территории Вокруг И своих земельных участков И вокруг Данного парка Который построили Общественники Но не пытаться Какими-то там Окольными путями Но мы можем Только предполагать На сегодняшний день Этот земельный участок Говорить о том Что Да Данный парк Не нужен Спасибо Илье Вячеславовичу Что он Встал на защиту Общественности Это было Не всегда В истории города Кирова Не всегда глава администрации Заступался И сейчас Да Спасибо С какой-то точки зрения Дальше посмотрим Что будет Я со своей стороны Тоже должна призвать Мы не назвали застройщика Про которую мы говорим Не совсем понятно Это Уксовитек Строим Киров Пишет Да Что Уксовитек Собирается Скупает там квартиры В маленьких Вот этих вот домиках На Менделеево Уксовитек Вообще-то На моей памяти Компания Которая достаточно Много внимания Все-таки уделяет Благоустройству При домовой территории И я все-таки надеюсь Что они эту свою репутацию Поддержат Конечно И вот таким общественным Резонансом небольшим Да Я думаю Что они в ближайшее время Выйдут с каким-то Предложением Когда они будут Застраивать данную территорию Если это действительно они Конечно Константин Сичихин В нашей студии Мы сделаем перерыв на рекламу Вернемся через 2 минуты Продолжаем особое мнение Константина Сичихина Выслушивать Вот общественный резонанс Сквер возле Сквер В рамках проекта 30 скверов На улице Менделеева О котором мы говорили Константин говорит Что общественный резонанс Возможно Позволит сохранить Эту площадку Созданную силами Общественников Для горожан Еще одна история С общественным резонансом История с желтыми заборами Которую мы обсуждаем Уже 2 недели В этой студии В разных совершенно Вариациях Вот я бы хотела Попросить Константин Ваши оценки Не желтым забором И спасибо Боже Потому что про это Все уже рассказали Да О действиям властей Я напомню Что к Новому году Обещают С Октябрьского проспекта Это безобразие убрать Иными способами Обеспечат безопасность Пешеходов И видимо Дадут понять водителям Что надо быть Внимательнее И соблюдать скоростной режим Да Ну Что сказать По поводу Желтых заборов По поводу того Что администрация На сегодняшний день Насколько оперативно Она среагировала И насколько правильно Поздно Поздно она среагировала Очень поздно Пока До тех пор Пока Их не поставили Пока это Очень В публичном поле Не стали Очень сильно обсуждать И как Вы правильно Говорите Таким Жестким резонансом Не прошло Да Все молчали Все дальше Строили Все дальше Устанавливали Эти желтые заборчики Особенно На Октябрьском проспекте Да я помню В социальных сетях Покричали Очень громко По поводу того Что установили Эти заборчики На перекрестке Герцена и Октябрьского А на следующий день Точно такие же Появились на перекрестке Октябрьского Да я говорю Как бы Я успел этот вопрос Еще и с дирекцией Дорожного хозяйства Обсудить После того Как там уже Потом уже Впоследствии Илья Вячеславович Высказался По поводу Против строительных Данных заборчиков На Октябрьском проспекте Но Опять же Это прошло Какой-то большой Период времени Почему нельзя Заранее Это проанализировать Кто-то же Выдавал разрешение На строительство На установку Данных заборчиков И мало того До сих пор мы не знаем Но кто-то ведь Их изготовление Оплатил Кто-то же Оплатил-то Это дирекция Дорожного хозяйства Из бюджета Города Кирова Из бюджета Города Кирова Конечно Мы все оплатили Эти заборчики А кто еще Там мог оплатить Теперь мы все Оплатим их Демонтаж Получается так Вот Потому что На сегодняшний день Эти же заборчики Ставились Согласно Каким-то предписаниям Когда в свое время Еще выдало ГИБДД Если мы начнем С самого начала Истории всей этой И согласно Эти предписания Появились Выделенные Были денежные средства Дирекции Дорожного хозяйства Эти денежные средства Были Отторгованные Как я понимаю Либо В рамках содержания Это все было Прописано И Подрядчик Выехал И установил Эти желтые заборчики Почему? Потому что Ему в техническом задании Никто не сказал Что они должны быть Колонны Либо там Из чугуна Либо еще какие-то Они должны быть Заборчики Те которые у нас По жизни Устанавливают В городе Кирова Вот из-за этого И появились Эти неприятные На сегодняшний день Желтые заборчики Я не говорю что А администрация Этот вопрос проспала Да А администрация Этот вопрос проспала Я вообще не понимаю Как можно установить Что-то на Октябрьском проспекте Не понимая там И не ставя в известность Администрацию Так вот смотрите Так это же администрация И поставила Эти заборчики Будем так делать И решили Что надо сделать По-другому Ну это и правильно Все когда-то ошибаются Все когда-то Проходят Через ошибки И я надеюсь Что вот эта ошибка Она была единственная На сегодняшний день И дальше Она не будет повторяться Со стороны администрации Появятся лежачие полицейские Зебры И на все на это Мы потратим 4 миллиона рублей Если я вернусь Погодите Безопасность дорожного движения Прежде всего Должна должна быть Да Просто она должна быть Оборудована правильно Комфортно Для граждан И вот для этого Сегодня проходит И урбанистический форум Вот сейчас Прямо сейчас Да Я надеюсь Что вот сейчас Прямо сейчас И в этот час Там успешно И плодотворно Обсуждаются данные вопросы Связаны с желтыми заборчиками Потому что И со скверами Потому что приехало Очень много интересных спикеров С различных регионов С различным опытом Да Из Москвы Из Новосибирска Ижевска Казани Рязани В общем много От всю Отовсюду приехали Из многих-многих городов И где проходил Чемпионат мира по футболу И опыт Вот этих специалистов Нам конечно нужен Но конечно Надо понимать Еще и бюджеты Вот И как раз Вот это все Должна быть Обратная реакция Вот данного Урбанистического форума Для меня Например Если город Киров Будет В рамках благоустройства Живет по-новому Да Маленько администрация Подучится у этих спикеров Маленько Как говорится Общественность возьмет Новую информацию Для себя Как это дальше Будет выработана Какая-то дорожная карта По окончанию данного Форума В рамках которой Будет двигаться Город Киров Главное чтобы двигался Да Главное чтобы двигался Вы какие сроки Даете Константин На то чтобы двигался Ну то То есть когда все Меняться должно Так чтобы заметно Меняться Чтобы заметно Это 3-5 лет Но в следующем году Какие-то работы Уже и шевеления Должно быть Чтобы вы сказали Что не зря прошел Урганистический форум Сейчас например Основное шевеление Это давайте Октябрьский проспект Преобразуем Да Либо мы Все-таки Уберем эти Желтые заборчики Уберем И что-то Сделаем по-другому Как это Чтобы это было Красиво Да У меня конечно Тоже Мысль иногда Возникает По поводу А нужна ли нам Аллея На этом Октябрьском проспекте Это наверное У каждого автомобилиста Особенно зимой Возникает такая мысль Но с другой стороны Мы все понимаем Что в центре Кирова Ну кроме дворов Вот здесь Которые Окружают дома Да Больше-то зелени летние Тогда требуется Правильно Обезопасить Движение пешеходов По этой улице По этой серединке Потому что Сегодня На сегодняшний день Пешеходы Просто-напросто Перескакивают Через автомобили Особенно это мы видим На улице Московской На перекрестке С Октябрьским проспектом Особенно это в районе Где побольше потока Уже там Молодой гвардии Потом Маклина Там приходится Они же там Не ходят Буквы П Они ловерут между машинами Потому что машины Останавливаются Все машины на поворот Которые стоят Они живут В притирочку Друг к другу Встают Чтобы три машины Маклина Ладно там Велосипедиста Там еще кого-то А мама с коляской А мама с коляской Да И вот ты наблюдаешь Над этой картиной Да Замечательно Есть аллея Посреди Октябрьского проспекта Можно маме с коляской прогуляться Можно там Выйти на скамейке Посидеть Но опять же Переходить С одной аллеи На другую сторону Да Как бы это небезопасно И вот об этом надо подумать А как? А как? А для этого Урбанистический форум Сегодня проходит Я думаю Что общественность Задаст вопрос Ну спикерам Которые приехали Из многих-многих городов Да И они предложат Какую-то Потому что аллеи Не только в Кирове Конечно Я уверена Я в Вологде Делала точно такую же В любом большом городе Возьмите Шкарала Казань Там не знаю Нижний Новый Там везде Есть примерно Такие же аллеи Да Которые проходят Посередине Какого-то Либо проспекта И как-то там Этот вопрос решался Ну в общем вот Опытом буду делиться Насколько я понимаю Секция как раз По дорогам Да Начинается буквально Через 15 минут Нет В 2.15 Начинается Игорь Бакин Будет проводить Транспортная политика Там хорошие спикеры Из Рязани Из Москвы Из Мосгортранса Да Вот И вот я туда Сейчас поспешу Хорошо Хорошо Отпускаем Константина Сечихина Члена общественного совета При федеральном дорожном Агентстве Росавтодор Благодарим его За особое мнение Константин Спасибо и до свидания Спасибо большое